Ас-салах, ас-салах, рахимакуму Аллах, иляс-сала-тил-джами'а. Но если же человек, ожививший эту ночь в служении Аллаху, не увидел эти определенные качества, это никак не означает, что он не может получить то вознаграждение, которое есть за поклонение в эту ночь. Потому что все зависит от милости и предопределения Аллаха. И мы, в свою очередь, должны проявить усердие, а Всевышний Аллах уже дает сам. В эти ночи, как мы сказали, желательно пребывать в мечети в состоянии Яртикафа. Приводится от Айши, добывая довольния Аллах, что посланник Аллаха, салли Аллаху али-ва-салям, последние 10 ночей месяца Рамадан, не 10 ночей, а 10 дней, пребывал в состоянии Яртикафа, и после его смерти это делать продолжили его жены. И говоря о достоинстве Яртикафа, посланник Аллаха, салли Аллаху али-ва-салям, сказал Кто будет находиться в состоянии Яртикафа в последние 10 ночей месяца Рамадан, тот получит вознаграждение, равноценное тому, что человек получает за два Хаджа и за две Умры. И поэтому, дорогие братья, нам надо проявить особое усердие в эти дни. Да, конечно, в конце бывает уже тяжело, организм уже само по себе за эти 20 дней истощается, слабеет. Но чем тяжело нам служение Аллаху, тем больше вознаграждения нас ожидает, и мы можем получить. И поэтому, как это делал посланник Аллаху али-ва-салям, в последние дни нам тоже надо отстраниться от всего, что мы хотим. Вот эти, оставить телефоны, оставить игры, оставить телевизор. Ничего не стоит человеку отказаться от тех вещей, которые он любит, к которым он привык на 10 дней. Порой, да, иногда человеку даже бывает вот эти 10 дней отстраниться от того, к чему он привык, тоже бывает тяжело. Но это стоит этого, дорогие братья. Потому что то, что ожидает нам от Аллаха вознаграждение, это несовместимо с теми жертвами, так скажем, которые приносим мы в этой жизни. И это мы делаем не ради Аллаха, дорогие братья, а ради собственного же блага. А это, думаю, стоит этого. Также, дорогие братья, сегодня хотел бы затронуть тему Табарука. Почему? Потому что с 16 по 20 июня в центральной мечети селения Кумух будут размещены реликвия пророка Мухаммада, саллиллаху али-ва-салям. И у жителей нашей республики в очередной раз появится возможность лицезреть священние реликвии нашего пророка Мухаммада, саллиллаху али-ва-салям, и у асхабов, близких. И получить благодать от Аллаха посредством этих предметов. Я хотел бы, дорогие братья, поблагодарить священного Аллаха за это благо. Почему? Потому что даже 10 лет назад мы не могли даже мечтать об этих вещах. Потому что, и потому что, по воле Аллаха, так получилось, что мы родились почти через полтора тысяч лет после того, как посланник Аллах, саллиллаху али-ва-салям, покинул этот мир. И у нас нет возможности его видеть, быть с ним, как это возможно было у аспадыжников пророка Мухаммада, саллиллаху али-ва-салям. И благодаря этим реликвиям у нас есть возможность как-то хотя бы немного приближиться к той благодати, которую имели асхабы нашего пророка, саллиллаху али-ва-салям, видя или же трогая вещи, которые притрагивались пророку Мухаммада, саллиллаху али-ва-салям, притрагивались жены пророка Мухаммада, саллиллаху али-ва-салям, притрагивались асхабы. И прежде я хотел бы сказать, что такое табарук. Табарук – это поиск благословения Аллаха посредством какой-либо вещи и всего, что связано с пророком Мухаммадом, саллиллаху али-ва-салям, или же какими-либо праведниками, в надежде на увеличение блага по воле Аллаха. И причиной этому является степень, занимаемая этими людьми возле Всевышнего Аллаха. Есть множество достоверных хадисов и высказываний с подвижников пророка Мухаммада, саллиллаху али-ва-салям, и праведных ученых о благодати от пророка Мухаммада, саллиллаху али-ва-салям, его волос, его кожи, пота, одежды, предметов, которыми он пользовался. Сиро Аль-Анбия, автор, который является Азахби, пишется, что Абдуллах и Ахмад сказал, «Я видел, как мой отец брал волос из волос пророка Мухаммада, саллиллаху али-ва-салям, и целовал его, прикладывал его к глазам и опускал в холодную воду. И затем он пил эту воду и излечивался». То есть этот человек не только брал барракад, притрагиваясь к волосам пророка Мухаммада, саллиллаху али-ва-салям, а также лечился от своих болезней. И также упоминается в других местах, что многие использовали вещи, которые связаны с пророком Мухаммадом, саллиллаху али-ва-салям, в качестве лекарств. В другом реваяте приводится, что однажды пророк, саллиллаху али-ва-салям, пришел к нам и спал днем. А Маямад, он говорит, собрала пот в отдельный сосуд, и от этого проснулся пророк Мухаммад, саллиллаху али-ва-салям. И он спросил ее, зачем она так поступает, зачем она собирает его пот. И тогда она ответила, что использует его пот вместо духов, и что его пот лучше, чем любые духи, которые сделаны человеком. Также им приводится в другом варианте этого хадиса, что мать, когда собрала пот пророк Мухаммада, саллиллаху али-ва-салям, пророк, саллиллаху али-ва-салям, спросил ее, зачем она сделала, и она ответила, что она надеется получить благо, барракад от этого пота для своих детей. Асхабы пророк, саллиллаху али-ва-салям, также получали барракад, дотрагиваясь до нашего пророка Мухаммада, саллиллаху али-ва-салям. Хаббан имн Уаси передает от старейшин своего племени, что в день Бадра пророк, саллиллаху али-ва-салям, построил сподвижников и стал выравнивать их ряды. Палкой и проходя рядом с Савад имн Азием, пророк, саллиллаху али-ва-салям, увидел, что он чуть-чуть впереди ряда находится, и, ткнув его в живот, выпрямил его, сказав, «Стань ровно, о, Савад!» И тогда Савад сказал, «О, посланник Аллаха, ты причинил мне боль, а ведь Аллах послал тебя с истиной и справедливостью, так оплати мне». И кто-то может сейчас подумать, какое неуважение этот человек проявил по отношению к посланнику Аллаха, саллиллаху али-ва-салям. Но, поуслышав то, что следует за этим, поймет, что это было не то. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху али-ва-салям, поднял свою рубашку и сказал, «Получи свое, О, Савад!» И тогда Савад обнял посланника Аллаха, саллиллаху али-ва-салям, и поцеловал его в живот. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху али-ва-салям, спросил этого человека, зачем он так сделал. Но посланник Аллаха знал своих асхабов, знал, что они делают, и знал, почему он так поступил, но он это сделал, чтобы через него знали мы. Как они уважали посланника Аллаха, и как на их примерах должны уважать мы нашего пророка Мухаммада. И тогда он ответил, о посланник Аллаха, ты знаешь, что нас ожидает. И как нам известно, дорогие братья, их ожидала на то время первая битва, в которой мусульмане не были готовы. Им противостояла армия, которая превышала их количество. В мощи они были полностью вооружены до зубов, а асхабы пророка Мухаммада были пешими, не было у них доспехов, не было элементарного оружия, и большинство из них были вооружены лопатами и разными инструментами, которые пользуются люди, которые обрабатывают землю. И любой из нас, дорогие братья, на месте этих людей предпочел бы это время провести с близкими людьми, теми, которые они любят. Но асхабы пророка Мухаммада, любили только его. Для них не было ничего ценнее, кроме пророка Мухаммада, и поэтому они последние секунды своей жизни, если они таковыми были, хотели провести с пророком Мухаммада. И также ответил Савва, сказав, что я хочу, чтобы последним, что произошло со мной в этой жизни, хочу то, что я притронулся к твоему телу. Дай, дорогие братья, чтобы мы также почитали нашего пророка Мухаммада, саллиллаху али-васалям, так же, как его почитали асхабы пророка Мухаммада, саллиллаху али-васалям. Асхабы пророка Мухаммада, саллиллаху али-васалям, так же, получали баракат, табарук от одежды нашего пророка Мухаммада, саллиллаху али-васалям. Приводится от астмы дочери Абу Бакра, что плащ пророка Мухаммада сначала родился у Аиши, а после ее смерти плащ перешел к ней. И что они полоскали плащ пророка Мухаммада в воде и больные лечились этой водой. Не просто волосами, а всеми предметами, которыми пророк Мухаммад пользовался, носил. Они эти вещи, трогая баракад, брали и также полоскали, пили и также ими они лечились. Приводится от Абу Дарда, что когда он приехал в Медину, его встретил Абдулла ибн Салям. И сказал, идем ко мне, я напою тебя из посуды, из которой пил пророк Мухаммад, и затем ты завершишь молитву в его мечети. Он хотел, чтобы первая вещь, которую он сделал, он получил благодать от того предмета, которым пользовался пророк Мухаммад, Салли Аллаху Али Ва Салям. Также асхабы нашего пророка, Салли Аллаху Али Ва Салям, старались получить благодать от тех мест, куда дотрагивался пророк Мухаммад, Салли Аллаху Али Ва Салям. Приводится от Мухаммада ибн Абдул Малика, от ибн Аби Мазура, от его отца и деда, что я попросил пророка Салли Аллаху Али Ва Салям научить меня Азану. И тогда он говорит, посланник Аллаху Али Ва Салям погладил меня по голове и сказал, громко скажи Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. И в одном из ревайтов передается, что Абу Маузура, постригая свои волосы, оставлял именно то место, до которого дотронулся посланник Аллаху Али Ва Салям. И в другом ревайоте упоминается, что эта часть волос его настолько длинная стала, что она дотрагивалась уже до земли. Но вместе с этим он ее не постригал, пока не покинул этот мир. Из-за той благодати, которую он желал получить, посредством того, что до него дотронулся пророка Мухаммад Салли Аллаху Али Ва Салям. Также асхабы получали благодать остатками воды нашего пророка Мухаммада Салли Аллаху Али Ва Салям. Приводится от Абу Джайфата, что я увидел пророка Салли Аллаху Али Ва Салям под красным шатрем, увидел Беляла, который вынес воду, с которой поспешили, говорит, люди. И те, кому досталось немного воды, протеряли ею свое тело, а те, кому не досталось, протеряли влагу с рук тех, кому досталась вода, и уже этой влагой протеряли свое тело. Настолько асхабы дорожили тем, что им доставалось от пророка Мухаммада Салли Аллаху Али Ва Салям. И не то, что ценит пророка Мухаммада Салли Аллаху Али Ва Салям, они даже возвеличивали тех, кому дотрагивался пророк Салли Аллаху Али Ва Салям. Приводится от Абдурахмана Ибн Разина, что однажды мы проходили рядом с холмом, и нам сказали, здесь живет Саляма Ибн Аква. И мы зашли, поприветствовали его, и он вытащил свои руки, сказал, вот этими руками я присягнул пророку Салли Аллаху Али Ва Салям. И они говорят, мы встали и начали целовать его руки. В другой версии говорится, что это не конкретно о нем, а другого асхаба, что когда они узнали, что его руками он присягнул пророку Мухаммада Салли Аллаху Али Ва Салям, они попросили разрешения у него, чтобы он разрешил им поцеловать его руки. В наше время мы считаем проявлением слабости, когда кто-то целует руки праведного человека. А ведь это перешло к нам от асхаба нашего пророка Мухаммада Салли Аллаху Али Ва Салям. И когда мы говорим о праведниках и об ученых, они являются наследниками пророка Мухаммада, которые переняли от нашего пророка Мухаммада те знания, с которыми он пришел и которые он нам оставил. И чтобы получить благодать от нашего пророка Мухаммада, от знаний, которые он нам оставил, также мы почитаем и ученых, и праведников, которые являются носителями этих знаний. И этим самым мы никак не принижаем свою значимость, а наоборот возвеличиваем свое положение возле Всевышнего Аллаха. Так же и поступали многие ученым и так же и последователи четырех мазабов. И они не только подтверждали дозволенность табарука и писали об этом, но и сами практиковали это, подражая праведным салфам. Приводится от Ибн Хаджира Дабу и Давали Малах, что он сказал. Следует уважительно относиться ко всем ученым местам проживания праведников, ученым и праведникам, а также к тем местам, где останавливался или совершал молитву пророка Мухаммада. Так как у этих мест есть преимущество над другими, несмотря на годы, и следует стараться останавливаться и стараться получить баракад именно в этих местах, подобно тому, как поступал Ибн Умар и другие асхабы нашего пророка Мухаммада. Дорогие братья, об этом можно говорить еще много, но думаю, тому, кому сердце священный Аллах раскрыл на истину, этого количества достаточно. Просто нам стоит прислушаться мнению наших ученых, наших праведников и почитать нашего пророка, саллиллаху алейкум, и почитать все, что связано с нашим пророком Мухаммадом, саллиллаху алейкум, чтобы получить благодать, такую же благодать, которую получали асхабы нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум. Ассаллиллаху алейкум. Продолжение следует...